Приветствую вас! Смотрите, давайте пока мы с вами попробуем немножечко в общем поговорить о проблеме, да, потому что вы написали очень мало информации о себе. А потом, соответственно, если у вас появится желание, то обязательно можно будет обсудить это более приватно и тогда уже помочь вам преодолеть этот кризис, который у вас сейчас образовался. Итак, по общему правилу, если вас кто-то предает, то предательство должно в чем-то выразиться, в чем-то проявляться. Причем мы говорим здесь не о таком проявлении, что, знаете, вот что он сделал, да, мы об этом не говорим, о том, что он сделал, мы не говорим. Мы говорим, скорее, о том, как мужчина относится к тому, что сделал, знаете, да, о чем идет речь? То есть, либо человек раскаивается в том, что сделал, либо он раскаивается, и тогда, да, это можно назвать предательством, потому что раскаивание это ошибка, это понимание того, что он причинил вам боль, и, соответственно, здесь можно говорить о том, что, ну, человек поступил плохо, человек поступил неправильно, человек поступил неверно, да, и, соответственно, можно анализировать его поведение, то есть, думать, почему он так поступил, что заставило его так поступить, и, собственно, как вам с этим дальше жить, то есть, что делать дальше. То есть, если он что-то сделал, то, соответственно, у этого есть причины, и, соответственно, есть неудовлетворенность, есть мотив, есть стимул, у него был стимул это делать, у него был стимул так поступать. Вот, соответственно, нужно это все вам анализировать, именно, вот, если мы говорим о предательстве, да, об ошибке с его стороны. Но, ведь ситуация, может быть, еще и такова, что он не раскаивается. То есть, он совершил какое-то действие, которое вам было тяжело, больно, неприятно, да, и больше раскаиваний у него нет. То есть, он абсолютно не считает, что сделал что-то плохое, и, собственно, он, как бы, нормально относится к этому. Считает, что он не сделал ничего другого, считает, что вы не должны так реагировать, да. Вот, в этом случае стоит говорить о том, что вы человека просто не знали, что вы не были в курсе относительно его, вот, ну, скажем так, относительно его, ну, скажем так, относительно его каких-то грани, относительно его сторон, относительно его каких-то желаний, относительно его потребностей, относительно его взглядов. Это говорит о том, что человека вы знали, ну, недостаточно хорошо И в отличие от первого, в отличие от первой ситуации, где ответственность по большому счету несет он за то, что произошло Вы несете ответственность только за то, что не увидели его неудовлетворенность, не увидели его желания, не увидели его потребности, да, в результате которых он совершил ошибку и предал вас Это в первом случае А во втором случае ситуация такова, что вы не увидели в нем того, кто он есть Если же человек поступает по отношению к вам как-то, то вы воспринимаете это в качестве предательства Но при этом человек не сожалеет о том, что он сделал, значит он не тот, кого вы знали, значит вы знали его плохо И тогда просто-напросто возникает вопрос А почему же, так, почему же вы плохо знали человека? Почему вы не узнали его хорошо, не узнали его настолько, да, чтобы не было у вас таких вот сюрпризов, например, понимаете, да, о чем идет речь? Здесь уже вопрос скорее к вам И здесь реальность такова, что вы хотели, вы хотели видеть в нем кого-то конкретного Вам нужно было это, и вы видели то, что хотели Опять же вопрос заключается только в том, почему Почему вы видели только то, что хотели, а не то, что хотели Было на самом деле, например Это вот два таких момента, которые обязательно нужно рассматривать, если мы говорим о предательстве Вот обязательно эти моменты нужно рассматривать И прежде чем говорить о том, что человек вас предал Прежде чем говорить о том, что человек вас предал Нужно обязательно проанализировать вот эти вот нюансы, как я сказал И уже вот исходя из выводов Смотреть, в чем конкретно заключается проблема И уже ее решать На этом все Надеюсь, что помог вам Если у вас остались дополнительные вопросы Пишите в личку, буду рад помочь Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго и удачи Продолжение следует...